Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Приехал сейчас в поселок Тельмана, чтобы вам показать ход строительства жилого комплекса Сибирь, который расположен в поселке имени Тельмана. Давайте вместе посмотрим, как получилось и получается у застройщика и сравним с его рендерами на сайте. Дома отсюда смотрятся вообще в притирку, если обратить внимание, это виден вентфасад, виден базальтовый утеплитель, который закрывают специальными щитами. А вот рядом голый бетон. Из плюсов, конечно, я вижу, что на первый взгляд все ровно, красиво. Большие, широкие окна, а вот здесь он уже виден без окон. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру в этом жилом комплексе можно приобрести от 5 миллионов 300 тысяч рублей у застройщика по договору долевого участия в строительстве. А по договорам переуступки квартиры здесь стоят на порядок дешевле. Пойдемте с другой стороны обойдем и посмотрим жилой комплекс Огнеколпина, кирпич. Ну, естественно, такое, знаете, огромное, по мне, нагромождение. Очень большой комплекс и никакущий двор. Кстати, про жилой комплекс Сибирь я очень подробно рассказал. Рассказал про инфраструктуру, про социальную доступность этого жилого комплекса. И оставлю ссылку вот здесь, в описании к этому видео. Обязательно пройдите, посмотрите. Итак, идем. Вот здесь, соответственно, за забором земля застройщика. Здесь тоже будут дома. Но технология у здания очень простая. Это панели завода, которые между собой крепятся на сварке. Что-то похожее возводит группа компании ЛСР. Вон, какое количество строителей повыходило. Может быть, день зарплаты. Либо поздравляют друг друга с Новым Годом. Здоровенный забор поставили. Но вот, кстати, когда сюда подъезжаешь, это, пожалуй, самый красивый комплекс, как я и говорил в прошлый раз, в поселке Тельмана. Ну, здесь сразу обращаю внимание первое. Каждая этажность подписана. Видно, что там с второго по семнадцатый этаж. Большие окна, остекленные лоджии. А вот здесь людям очень повезло. Сейчас приблизим камеру. В центре кадра мы видим просто огромную дырень в плите с завода. Ну, вот однозначно такой дырки не должно было быть. И вот очень интересно, кто же этот счастливчик. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой этаж. И вот здесь тоже еще видно, видите, такие квадратики по углам плит. Это как раз и зачеканили цементным раствором закладные, на которых, которые обварили и за счет которых держится все это сооружение. Вот здесь мы с вами можем видеть, как монтируется фасад. Люльки подвесили. И вот они, видите, производят монтаж этого фасада. Так, раз, два, три, четыре этаж. Здесь кирпич. Кирпич, слушайте, смотрится классно. Очень красиво. И именно вот эта часть, знаете, даже чем-то по цветам мне напомнила проект от Банавы в Магнифика. У них там тоже первые два этажа вот с таким клинкерным красивым кирпичом. А дальше идут обычные плиты. Ну, здесь, соответственно, вот видно, видите, прикрепили специальные направляющие к фасаду. Все внутри закрывают утеплителем. И затем вот такими плитами снимают пленку декоративную. Получается вот такой дом. Ну, например, можно посмотреть жилой комплекс авиатор на моем канале. Вот что-то наподобие такого. Я не против вентилируемого фасада. Главное, чтобы здесь сделали все качественно. Хорошо уложили утеплитель. Но, к сожалению, тут, смотрите, какое заборище. И непонятно, да, как туда пройти, чтобы все это посмотреть. Ну, вот на первый взгляд, знаете, я где-то нигде здесь не вижу, что были пропуски, что были щели. То есть, вот именно вот по этой части сделано все достаточно аккуратно. Молодцы. Кстати, отмечу, что на лоджиях есть, как я их называю, забрало, доступ воздуха. Если вдруг вы решите поставить себе кондиционер. А здесь, обратите внимание, видна еще и декоративная подсветка от застройщика. И панели еще такие под дерево. Слушайте, ну да, смотрится, конечно, классно. И обратите внимание вот на эти окна. Просто оконища. С этого ракурса лучше виден фасад. Он здесь, обратите внимание, полностью сделан. Осталось местами снять декоративную пленку, которая защищает эти панели. Ну, вот посмотреть. Вот здесь расстояние, конечно, совсем небольшое. Но из плюсов, конечно, мне нравится, что на торце есть окна. Не знаю, с той стороны есть или нет, но здесь есть окна. И я считаю, это большой плюс. Паспорт объекта. Обратите внимание, как выглядит объект. Вот мы с этой стороны смотрели. Вот они, получается, сколько? Четыре этажа. В клинике, наверное, кирпичей. Здесь идут два. Ну, слушайте, я скажу, что достойно. И похоже так, как у застройщика на рендере. Ну, если еще и сделает вот такое озеленение, то это будет один из комплексов, который будет соответствовать на 100% своим рендерам. А вот здесь, кстати, хорошо видны вот эти места закладные, за счет которых как раз держатся эти плиты. И я, конечно, не против панельных домов. Я за, но хотелось бы, чтобы была такая технология, к примеру, как у Банавы. Когда нет никакой сварки, но при этом есть панели. Потому что сварка – это коррозия металла. Когда-то пройдет ржавчина. Плюс, соответственно, сами плиты держатся не только за счет собственного веса, но и за счет вот этой сварки. Ну, и по мне, это решение такое уже, как мне кажется, отстало далеко от жизни. Но при этом отмечу, что сам комплекс у застройщика смотрится очень красиво. Мало есть застройщиков, где вот так красиво и аккуратно все сделали. Вот обратите сами внимание на плиты. Ровно, красиво, любо дорого посмотреть. Но у комплекса есть особенности, поэтому обязательно посмотрите мой предыдущий обзор, где я об этом вам рассказал. Ну что, друзья, сюда, к сожалению, не пройти, не показать, если будет возможность, может быть, застройщик меня позовет, чтобы я показал эти квартиры. Я обязательно приеду и покажу. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами не прощаюсь, а как обычно говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok